Политехнолог Тарас Загородний присоединяется к нашему эфиру. Тарас, рады приветствовать. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Тарас, скажите, пожалуйста, а среди тех, кто все еще выступает на зет-патриотических концертах рядом с Путиным, ну или с двойниками Путина, среди них идейные есть или все исключительно уже за деньги? Как считаете? Ну, это, знаете, как Глеб Жеглов как-то сказал, персонаж вместо встречи изменить нельзя. Тут у них любовь с интересом. Ну, конечно же, они, я уверен, что они убеждены в том, что делает Путин, тем более, что Расторгуев это как раз вот с постсоветского поколения, которое и поддерживает, молодость которых прошла в Советском Союзе, которые поддерживают, являются основным ядром, которые поддерживают войну в Украине. И, соответственно, конечно же, есть интерес и есть, ну и материальная заинтересованность. Те, кто поддерживают, тот, кто активно работает в агитационной машине, они получают приоритет от государства, поэтому тут ничего удивительного нет. Нет. Более молодые, вот недавно вы видели в интернете этот шаман, или как его там завершится, да, вот, которые фактически полностью уже копируют эсэсовскую эстетику. Ну, я думаю, что там больше за деньги. У меня есть такое подозрение, что он вообще как-то так очень далек от этих вещей. В принципе, вот молодое поколение шоу-бизнеса, оно даже на телевидении, вот есть такой певец Птаха, по-моему, его имя, он как раз вот на НТВ четко заявлял, что все, что касается Советского Союза и все, что с этим связано, в принципе, молодому поколению далеко уже по барабану, вот, ими их интересуют только деньги. Да, это уж точно по поводу вы, Шаманов, вспомнили такое ужасное видео, честно говоря, вот этот шеврон российского флага на рукаве, как просто знак эсэс, как свастика выглядит в этом случае. Тарас, давайте еще одно важное событие обсудим, мне кажется, с точки зрения символизма оно важное. В России акция «Бессмертный полк» отменяется в этом году. Напомню, что эта акция, если я ошибаюсь, 2012 года, ну, в общем, уже довольно-таки устоявшуюся традицию имеет. Ее основная суть, что все выносят родственники ветеранов, да, или погибших во Второй мировой войне портреты, и вот таким образом чтят именно героев, память героев. Но в этом году понятно, что все бы выносили рядом вот с этими портретами, павших во Второй мировой войне, также и портреты военных преступников, которые погибли в Украине. Ну, по крайней мере, вот британская разведка считает, что это является основной причиной отмены, чтобы якобы все не были в шоке, а сколько же этих портретов, да, этих некрологов будет показано потом в какой-то прямой трансляции по Первому каналу, и все ужаснутся. Что вы об этом думаете? Я согласен, что это одна из основных причин, поскольку если посмотреть, как россияне публикуют данные о погибших, вот в прошлом году, когда они начали публиковать, они даже на региональных СМИ, они как, просто новости были так, погиб такой-то, такой-то, и все. То есть они старались всегда не обобщать, потому что по стандартам новостей, ну, вы это знаете, обычно идет какая-то еще, поднимается предыстория вопроса. То есть стандартные новости должны подаваться так, что погиб такой-то, такой-то. Напомним, что такие-то, такие-то уже погибли из этого региона за такой-то период. То есть чтобы была полная новость. Так вот, было дано указание российским СМИ, чтобы они не скрывали потери, не скрывали потери, потому что российская власть понимает, что это еще будет хуже, но тщательно их фрагментировали. То есть они давали информацию кусочкам, чтобы невозможно было составить вот такую полную мозаику и понять в действительности, сколько людей погибло. Это факт. Поэтому, конечно же, бессмертный полк, они не могут запретить, чтобы выносили портреты этих людей, которые погибли на войне в Украине, поскольку это противоречит самому духу этого мероприятия. Потому что они всегда связывали... То есть это поколение, которое погибло, оно всегда связывалось с теми, которое погибло в период 41-го по 45-й год. То есть, условно говоря, деды воевали и внуки воевали, потому что, в принципе, для этого и создавалось это мероприятие, чтобы перекинуть этот мостик между поколениями. Это они не могли запретить, поэтому, конечно же, сразу бы эта мозаика свелась вместе. Это раз. И второе, я думаю, что уже боятся массовых мероприятий, поскольку там могут звучать, в том числе, антивоенные лозунги. Поскольку после начала мобилизации в Российской Федерации недовольство, недовольство тем, что происходит, оно пошло вниз. Потому что россияне с самого начала войны готовы были спокойно отправлять свою армию в Украину, но при условии, если это никак их не затронет. С их точки зрения, контрактники, которые подписывали контракты на службу в армии российской, это не является добровольцами. То есть вы сами, точнее, являются добровольцами, то есть вы подписали, а увечья и смерть, это является частью контракта. Ну, условно говоря, тебя туда никто силком не звал. А когда начали уже принудительную мобилизацию, это, конечно же, повлияло на настроение россиян, на отношение к власти. Соответственно, российская власть предприняла очевидное решение тут не рисковать. Тарас, скажите, пожалуйста, как вы считаете, а чем чревато столь долгое сокрытие информации, да, Российская Федерация имеется в виду, столь долгое сокрытие информации относительно потерь? Тем более в тех масштабах, в которых действительно мрут оккупанты. А это имеет уже обратную историю. Чем больше скрывается, тем больше рождается слухов. Часто слухи могут это все масштабировать, потери в несколько раз даже. Будут пересказываться абсолютно какие-то нереальные истории. И российская власть столкнется с другой историей. Как теперь это опровергнуть? Потому что, вот смотрите, они там провели первую волну мобилизации, а теперь продолжают вторую и ищут других. И это уже требует объяснения, куда делась первая волна мобилизации. И, соответственно, любое сокрытие информации, либо не дать возможность об этом говорить, оно приводит к... На уровне недоверия к власти уже приводит к масштабированию этих слухов. Ну, это как было вот с Советским Союзом. Советский Союз потерял за войну в Афганистане 15 тысяч человек. 15 тысяч человек на весь Советский Союз. Но недовольство властью из-за сокрытия информации было таковым, что... Ну, тогда же еще срочников в том числе отправляли. Было таковым, что было ощущение, что погибло очень много людей, поскольку не было достоверной информации. И, соответственно, чем больше они будут скрывать, это, в принципе, им на этом этапе уже ничего не даст. Это еще больше будет масштабировать многие вещи, еще больше будет масштабировать недовольство властью и иметь будет, скорее всего, лавинообразный эффект. Тарас, давайте поговорим еще о такой организации интересной. Вроде, с одной стороны, она искусственная, с другой, кто-то ей дает все-таки почву для жизни. Речь идет о клубе рассерженных патриотов. Я называю это клуб грустных, ноющих, недовольных патриотов. Игорь Гиркин, который его сглавляет. Вот недавно он очередное видео записал, и Павел Губарев, тоже несостоявшийся лидер так называемой Новороссии, принимает активное участие в пропаганде вот этого клуба рассерженных патриотов. Ну, в общем, они обвиняют абсолютно всех во всем. Постоянно утверждают, что верховному главнокомандующему, то есть Путину, переворот не угрожает. Но все остальные, мягко говоря, в прямом эфире, назовем это словом, неправы. От Симонян до Красовского и других политических элит и Минобороны. Как вы думаете, в чем истинная суть создания подобной организации? Их подвыборы создают, чтобы они, не знаю, заменили Жириновского по уровню шизофрении, мол, показать обществу, хотите вот таких или все-таки Путин? А ну, давайте, выбирайте. Вот к чему персонажам подобным дают зеленый свет? Ну, смотри, все-таки на нишу Жириновского претендует Пригожин. Он наиболее цельная кандидатура, которая может занять эту нишу. Судя по тому, что начинают плодиться вот такие разного рода рассерженные патриоты и так далее, я уверен, что это технология Кремля для того, чтобы максимально рассредоточить это поле фашистствующих патриотов. Потому что если все схлопнется в Пригожина, то у Кремля появятся проблемы. Почему? Потому что Кремль никогда, никогда вот этих вот маргиналов, они их не допускали во власть. Ну, Жириновский был прикормлен еще со времен КГБ. Он там четко следовал политике партии. Он был интересен Кремлю для того, чтобы канализировать этот электорат. Но маргинез, в котором живет в том числе Гиркин и тот же Пригожин, они никогда не допускали к власти, им он не интересен. И, соответственно, если они сейчас начинают плодить вот эти клубы разные, это попытка как раз не дать слиться воедино электорату, который готов ищет нового Жириновского, недоволен проигрышем войны в Украине. И это уже игра на президентские выборы, которые должны произойти в России в 2024 году. При этом Путин не ощущает никакой угрозы, исходящей от того же террориста Гиркина или от подобных ему? Ну, вряд ли. Там это все под контролем ФСБ. Но, знаете, это тоже. Он их тоже использует для атаки и на минобороны, и на минералов. То есть это классический римский принцип «разделяй властвуй». Тут в такой игре всегда, конечно, нужно видеть красные линии, чувствовать, когда управляемые куклы сами могут превратиться в кукловодов. Это вполне реально, что рано или поздно они могут вырваться из-под контроля и сами задавать тон власти российской, в том числе Путину. Посмотрим, как они это будут. Для примера этого, знаете, до 1917 года, например, царская охранка активно вербовал бочеряков, эсеров. Использовали их в качестве такого орудия, инструмента борьбы за власть, подставить друг друга и так далее. А потом, после 1917 года, почти вся эта царская охранка оказалась в подвалах у тех же большевиков. Они сначала ими играли, а потом эти уже ими активно играли и просто их уничтожили. Поэтому такая версия и такой сценарий вполне возможен в России. Потому что без поддержки и крыши ФСБ либо главного разведывательного управления Российской Федерации, конечно же, ни Вагнер бы не существовал, потому что он фактически выходец оттуда. Не тот же Гиркин, потому что это ФСБ, это другая конкурирующая конкурирующая. А Путин, он старается всех разводить, старается удержать всех в узде, потому что, чем они друг с другом ссорятся, тем меньше вероятность того, что они объединятся против него. Тем не менее, интересненькую перспективку вы сейчас описали. Будем следить за развитием событий. Тарас Загородний, политтехнолог. Субтитры создавал DimaTorzok